Доброе утро, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается напряженной. За прошедшие сутки на территории Республики Саха-Якутия выявлен, по данным Управления Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия, 51 новый случай коронавирусной инфекции. Из них 37 новых случаев выявлено на территории города Якутска. Необходимо обратить внимание на то, что сегодня в Улусах Республики выявляются случаи и за последние сутки. Три выявлено в Абыском Улусе, два в Верхоянском, Горном Ленском, по одному выявлено в Мирненском, Нюрнгринском, Алёкминском, Сунтарском и Усть-Алданском Улусах. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент действительно вирус начинает распространяться у нас по Улусам Республики. И поэтому для нас сегодня очень важна организация первичного звена в лице центральных районных больниц, соответствующих наших Улусов, на которые легла основная нагрузка. С понедельника вы знаете, что мы начали жить по новым правилам, которые определены режимом определенного рода послаблений для ряда учреждений и организаций. Хотелось бы обратить внимание на следующее. Как правило, хотелось бы, чтобы остался, насколько возможно, удаленный режим для работы министерств, ведомств, учреждений, муниципальных организаций. По причине того, что все-таки основные очаги и круг лиц, которых непосредственно проходит в основном бессимптомно, сегодня характерны для рабочих коллективов. Поэтому, насколько возможно, сегодня уже Государственная Дума приняла все соответствующие нормативно-правовые акты сохранения удаленного режима работы. Второй момент – это, конечно же, все наши меры направлены на то, чтобы сохранять, прежде всего, здоровье нашего старшего поколения. Поэтому на настоящий момент сохраняется непосредственно у нас режим соответствующей самоизоляции для лиц, которым старше 65 лет, и для лиц, имеющих хронические заболевания, соответствующими государственными услугами, которые оказываются и по доставке продуктов, и по ускоренному и доступному обеспечению непосредственно услугами социальными, услугами здравоохранения. У нас на настоящий момент пришло время тогда, когда нам необходимо уже задуматься о том, как мы готовим наших детей непосредственно к новому учебному году, потому что 1 сентября уже не за горами. На настоящий момент Министерству образования главой республики дано поручение отработать схему, которая будет объявлена и обсуждена в том числе широким и родительским, и учительским сообществом. Ну а родителям, конечно же, у родителей сегодня должно быть понимание того, что действительно будут особенности проведения этой кампании. Но наша задача сегодня сохранить, насколько возможно, традиционную школу и, соответственно, быть готовым к возможным вариантам развития событий. Кроме того, хочу обратить внимание на три условия, которые сегодня у нас ставятся в качестве задачи перед Министерством здравоохранения республики. Это прежде всего начало диспансеризации, затем непосредственно стоит задача у нас, чтобы дети прошли противогревозную прививочную кампанию. И, естественно, мы готовим заявку на вакцину, о которой сказал министр здравоохранения Российской Федерации.